Альвина ушла, они на площадку пошли. Всем привет и доброго. Сейчас подключим. Свет, тебя пока не видно. Ага, ага, сейчас у меня загрузится. Мы очень хорошо слышим. Привет. Привет. Очень рада тебя видеть. Взаимно. Такой полуночной эфир. Сейчас подождём всех. Ага, сейчас ещё как раз подключат. Да-да-да. Какие-то доступы как подключат. Да, ребят, будут две трансляции сразу же ещё на двух каналах на Ютубе. На Школе автономии и на моём. Если кому-то удобнее, можете там присоединиться. Тишина. Привет-привет. Как у тебя дела? Расскажи, как ты себя чувствуешь. Отличные дела. Чувствую себя по-разному. Но когда всё равно, я уже ребятам рассказывала в эфирах, когда чистки идут, потому что они всё равно продолжаются, то, конечно же, состояние такое. Меняется, да? А так? Ну, конечно, конечно. Потому что организм всё равно грязный. Он не может что... Еду, воду бросили, и всё. И он такой сразу же заблокал, и всё. И у него всё хорошо. Нет, конечно. Да, я тоже тут Макса в космосе посмотрела. Он уже больше года без еды и воды. И тоже говорит, до сих пор какие-то процессы происходят. То там температура поднимется, то ещё что-то. То внутренние какие-то процессы. Уже вроде год, да, прошёл. Насколько мы организм свой загаживаем, чтобы потом вот так вот долго восстанавливать. Ну, я так понимаю, что чистки, они в любом случае года два – это как минимум будут, потому что, ну, смотря ещё в каком возрасте. То есть мне же уже за 40, поэтому в любом случае, тем более я была очень длительное время на гормональной терапии, на такой насильной, 30 лет. Поэтому я думаю, что в моём случае два года – это как минимум. А сейчас ты всё, получается, с переходом на автономию, ты убрала, да, все терапии? Ну, да, да, это можно. Да, круто. Здорово. Всё, можно, я думаю, начинать сам, в принципе? Ага. Да, 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 всё уже подключили, по-моему, сейчас. Ребята, вы, если что, можете задавать вопросы, и когда Света будет успевать отвечать на них с трёх трансляций? Да, трансляции идут, всё, можно уже, ребят, начинать. Спасибо огромное, что пригласились, спасибо, что присоединяетесь, очень приятно. Задавай вопросы. Какую ты тему хотела бы? Ну, вообще, расскажи, что ты, что ты, чем ты занимаешься, просто мои ребята тебя не знают, вот, ну, и вообще просто, блин, и для всех рассказать, как, что, кто. Я психолог, у меня несколько психологических образований, два. Я психолог с 22-летним стажем, психоаналитик, и, ну, естественно, практикующий психолог. Так, я длительное время, когда у меня начались процессы по восстановлению здоровья, я длительное время занималась недвижимостью, мне тоже эта профессия достаточно нравится, она такая очень интересная. Вот, но на сегодняшний день я полностью, я полностью ушла в автономию, полностью ушла в психологию, в психоаналитику, и чтобы максимально время отдавать своим детям, чтобы максимально быть с ними, потому что у них очень загруженный график сейчас, у них учеба, у них тренировки, у них дополнительная учеба. Мария, сколько тебе лет, если не секрет? Машенька, тебе хватит? Мне 27, 27 лет. О, чудесный возраст. Был ли опыт переходить на автономию, употребляя пищу без воды? Ребят, автономия – это когда ты живёшь без еды, без воды и с минимальным количеством сна. Но автономию я могу назвать, если по-честному, то, конечно же, чтобы полноценно назвать какого-то человека уже автономом, я думаю, что ему нужно в таком ритме прожить, наверное, не менее двух лет, потому что на каждом этапе идёт какое-либо обнуление и какое-либо новое восприятие, новое осознание. И они настолько мощно идут, что чем дальше ты идёшь, тем больше ты понимаешь, почему люди, очень многие сходят с еды, сходят, вернее, с автономии, когда многие пишут, что это так прекрасно, это такие невероятные состояния, это такие чувствования, это такой драйв, такая лёгкость. И вдруг тут раз и сошли. Это всё, что вот этот драйв, лёгкость, это, конечно, присутствует. Но когда ты переходишь на новый какой-то этап, новую какую-то плотность своего понимания, своего восприятия, своей энергии, то с каждым новым шагом у тебя, получается, идёт обнуление. И вот это обнуление, ты как будто бы падаешь в эту бездну, в бездну самого себя. И это достаточно такое трансформирующее состояние, которое его нужно пройти. И оно достаточно такое, достаточно такое глобальное. И не всегда получается, я прекрасно понимаю людей, которые сходят именно с автономии, потому что не всегда получается. Иногда бывает, что отбрасывает. Потому что до этого опыта у меня был опыт и двух месяцев, и трёх с половиной, и четырёх месяцев. И я возвращалась на еду, и возвращалась я, конечно, с головы. Потому что социум, потому что родственники, потому что какие-то вот эти вот... Как у тебя родственники реагируют на это всё дело? Ну, я сейчас особо родственникам не афиширую. Они, конечно же, следят. Они видят, что у меня как бы... Они следят за моим Инстаграмом, они это всё видят. Но у нас как-то сейчас это всё идёт на таком на лайте. Они, наверное, у них это понимание этого... Привет, Артёмыч. У них понимания этого нет, как осознание. Понимание есть, что такое возможно, наверное. Но осознание, оно ещё до конца не приходит. Когда вот этого осознания нет, они мягко делают вид, что как будто бы они этого совсем не замечают, что как бы там подъедают где-то сало под матрасом. И я тоже как бы на рожон не лезу, меня не трогают, особо мне там тарелок не ставят, кружек не ставят. И меня это устраивает. То есть у нас такие... У нас отношения не про еду с родственниками. Поэтому так достаточно комфортно уже стало. Вот вопрос, был ли опыт перехода на автономию, употребляя пищу без воды. Я когда возвращалась к еде, ну то есть были вот периоды... Я вообще с 8 июля только начала это практиковать, и я была на воде. И когда узнала, что воду надо убирать, и когда был период, что я что-то кушала, я уже воду не пила, потому что по практике получалось так, что лицо сразу отекало. Вот, и я какие-то вот более такие продукты авокадо, ну кушала лук, последние такие мои остались, авокадо, лук, грушу иногда. Вот, соки уже старалась тоже не пить, потому что отекало лицо. Ну и тело прям отекали. Вот, от жидкости. Я уже как-то вот исключила. Ну, я могу сказать, что я, конечно, на своих марафонах и в закрытом клубе у нас сейчас с понедельника тоже начнётся с ребятами такой лайт-марафон на 5 дней, потому что не все могут позволить себе по каким-то финансовым критериям войти в углублённый марафон. Вот, поэтому, чтобы немножечко люди захватили, чтобы почувствовали, что это... Я это делаю в закрытом клубе. С понедельника вот у нас начнётся. Я как раз там рассказываю, почему у нас идут отёки, когда мы выходим с сухих дней, и почему у нас вот эти вот состояния некомфортны. То есть я же знаю, я вот в этих вот практиках, когда уже в таких серьёзных практиках, я уже четвёртый год, когда вот уже без еды, без воды, и поэтому я по-разному заходила, я по-разному выходила, я проверяла это всё на себе, и я как раз рассказываю свой опыт. Но так как я уже марафоны веду какое-то время, то у меня ещё есть в моей копилочке как раз опыт ребят, которые присутствовали у меня на марафоне, которые шли вместе со мной в этот опыт. И я могу сказать, что это действительно работает. Это действительно работает, когда ты правильно ходишь и корректно выходишь. Потому что на первых этапах, когда человек просто в омут с головой кидается в сухие дни и пытается там, наверное, как-то максимально закрепиться, я всё-таки считаю, что это, наверное, не совсем правильно. Потому что его всё равно выбросит назад, психика не проработанная. И в следующий раз ему будет очень тяжело зайти, хотя бы даже на сутки. И очень много людей по этому пишут, что вот я была на сухих днях, мне так понравилось, что я там была 5, 7, 9 дней, 11 дней, даже некоторые сразу же заходили. А потом говорят, а сейчас не могу зайти, ну никак не получается, вроде всё уже соберусь, всё, еду всю уберу, и всё равно не получается. Да, потому что это достаточно глубокая проработка именно нашего сознания, именно нашей головы. Потому что наше тело, оно ничего не чувствует. У него нет чувствительности. И даже если мы себя там ущипнём, то мы можем себя ущипнуть, и только когда сигнал попадёт в голову, когда сигнал попадёт в мозг, мы почувствуем, что случилось. Поэтому наше тело, оно нечувствительное, то есть пока не дойдёт как раз до вот этих полевых ощущений, у нас оно ничего не чувствует. И именно когда мы находимся без еды и без воды, у нас это очень хорошо всё выходит наружу, мы очень хорошо понимаем, что тело действительно не хочет есть. Но многие не могут понять, почему нас всё равно начинают выбрасывать, почему нас всё равно начинают выбрасывать на еду. и вот эти вот моменты нужно очень хорошо проработать. Я вот, знаешь, у меня получается, ну вот я отслеживаю, но вот раз в три недели я что-то вот доскушаю. Вот, ну это вот авокадо, лук, такое вот осталось. Естественно, не для того, чтобы поесть и получить от этого энергию, ну что я там пару раз откусила, и всё. Вот. А как мозг такой, ну давай типа как бы попробуем. Ну то есть есть ещё у него интерес какой-то поиграться. Вот. Иногда я просто это пожую и выплюну, то есть даже не глотая. Когда ты это настолько долго жуёшь, жуёшь, уже думаешь, ну уже как-то и глотать не хочется это. И ты просто выплюнул вкус, почувствовал. То есть вот так. Ну всё равно, вот я прям отслеживаю по записям. Две, ну в основном вот три недели. Вот такой вот у меня какой-то идёт. Пока. Да, но это очень хорошо, если у тебя идут вот такие вот осознания. Это здорово. Но я могу сказать, что это, наверное, ты к меньшинству относишься. Я отношусь к большинству. Это когда уже, не то, что когда ты ешь, ты начинаешь осознавать, что ты ешь, когда вот меня выбрасывало. А ты начинаешь осознавать, что думаешь, ну зачем я это сделаю? Когда уже поел. И вот это вот состояние, когда многие говорят, вот вы, когда начинаете, когда вы хотите кушать, когда вы это, вы почувствуете, почему вы хотите, отследите, откуда это может. Ребята, такое говно полное, нифига это не помогает. Мы можем людям. Вот. Это можно с другой стороны прорабатывать. прорабатывать. Ну да, тут, конечно, вход в автономию, тут как-то нужно, конечно, работать с собой. Вот. У меня просто как-то все само случайно так получилось, и тело само повело. вот. Вот там что-то пишут. Что-то. Вопросики. Расскажи поподробнее, что у тебя на марафоне, какие... То есть ты помогаешь психологически настроиться на вход, да, в чистые дни. Смотрите, у нас есть несколько стадий. То есть у нас есть как первый класс, да, первая ступень. Это когда жизнь без еды и без воды. И вот на этом марафоне я ребятам рассказываю, откуда у нас вообще появилась еда, что такое для нас еда, почему она нас держит, и как проработать те состояния, чтобы у нас именно было чувствование еды, и чтобы они потихонечку нас начали отпускать. И мы с ними там еще и прорисовываем новый свой нейронный путь. Как раз такая тоже есть достаточно глубокая практика. И это у нас марафон, он идет достаточно долго, ну как долго, семь дней. Семь дней хватает людям для того, чтобы они узнали вот эту вот базу, эту основу. Почему они вообще начали кушать, откуда эта еда, почему они за нее зацепились, и какие у них непроработанные моменты. Вот. Это один из марафонов. Второй марафон, следующий марафон, когда мы проработали свой аватар, когда мы проработали свое тело, мы выходим на следующий уровень. Это жизнь без сна. Это уже когда ты начинаешь познавать все, что за твоим телом. потому что в нашем теле мы живем в одной временной капсуле, а все, что за нашим аватаром, это иная временная капсула, это иная плотность пространства, временная плотность. И как раз на следующий марафон, ну ребята заходят по-разному, некоторые начинают с депривации, кому как заходит. И депривация сна, мы как раз с ними, я им рассказываю, что такое сон, что такое время, как оно влияет на нас, что такое пространство и как у нас наш мозг реагирует на внешние энергетические волны, когда мы входим в состояние вне сна. И мы с ними, помимо того, что у нас идут уже лекции, там у нас идет уже практика. То есть мы с ними как минимум двое суток не спим подряд, это точно, то есть мы постоянно у нас в чате идет переписка, перекличка, мы друг к другу что-то отправляем, поддерживаем друг друга. И, как правило, у нас вечером идет лекционный какой-то блок, потом у нас идет переписка, а в 4 утра, это самое такое время, когда начинает рубить, в 4 утра мы выходим на практику. И там мы делаем различные практики, но самые-таки основные, это когда мы начинаем уже чувствовать, что такое жизнь без сна, это когда у тебя смона восприятие переключается на стерео, когда мы уже начинаем слышать звуки не ушами, а воспринимать их волнами через тело, когда мы начинаем видеть предметы не глазами, а воспринимать волнами через тело. Это одна из практик, ну и мы добавляем постоянные какие-то, посмотрю, какие практики больше ребятам зашли, но и в этот раз мы очень хорошо проработали состояние до мысли. То есть это то состояние, когда мы можем свою жизнь очень четко простраивать наперед, но в тот же момент сразу же это отпускать, возвращаться до мысли и жить в моменте. То есть не думай о том, что будет, потому что у нас уже стоит цель. И вот это одна из практик, она такая очень достаточно глубокая и существенная, и когда ребята её понимают, то, конечно же, жизнь, она всё равно меняется каким-то качественным, качественно другой становится, потому что ты уже начинаешь себя осознавать, ты начинаешь жить, ты начинаешь любить эту жизнь, и ты начинаешь с жизнью крутить роман, и это круто. То есть такой быстрый путь познания себя, полюбить себя и всё вокруг, да? Ну, это, знаешь, это, наверное, не быстрый путь, это я, наверное, просто даю какие-то геометки, а ребята уже идут своим путём, но они уже знают примерно, что с ними будет происходить. То есть почему меня всё время откидало, почему у меня такой третий метод? То есть тут уже есть база, как сказать, да, пользоваться, а не так вот. Вот я просто когда пошла этим путём, я не понимала, почему у меня сон прошёл, я убрала, я ещё на воде была, у меня мало сна, уже там часа два, ночи, полтора за ночь, я не понимала, почему нет сна. Когда убрала воду, я вообще уснуть не могла, думаю, что такое, день, два, три, вот, пока мне как бы не сказали, что это норма, что всё в порядке со мной. Да, это здорово, когда будет кто-то подсказать. Да, то есть у меня вот как раз таки не было, вот я просто шла, шла и как бы беспокоилась сначала о том, почему я не сплю. Вот, так вот, когда, конечно, вот так марафоном есть какая-то определённая программа, которая может тебе помочь. Конечно, у всех всё индивидуально, но это классно. Базовые какие-то шаги, они всё равно едины. Так, так тебе вопросы, ребята, у кого был опыт не спать больше 72 часов? У нас, у меня был. Да, у меня был опыт, я могу сразу же сказать, то есть у меня нет такого, что я вот столько времени там не ем, не пью, и я всё это время не сплю. Нет. У меня идут подсыпания, мой опыт максимально без сна, без единого подсыпания, это 10 дней. атака у меня идёт, то есть я могу день, например, ну, поспать, может быть, раз в два, раз в три дня, бывает, что там где-то час, бывает два максимум, бывает 15 минут. Но если мы говорим о часе, то это не за раз в час, то есть у меня очень давно нет таких моментов, когда меня прям вырубало на несколько часов. у меня они такие, что 20 минут, ну, максимум 40 минут, то есть я в глубокий сон не проваливаться. Я там подремала минут 20-30, встала чем-то, чем-то позанималась. Потом, если что-то там у меня понимает, что вот ещё хочется, я сажусь, я сажусь и ещё немножечко там минут на 10, на 20 ещё. И вот так вот оно скапливается за несколько дней, часа в два. Но единственное, у меня тут недавно я рассказывала ребятам был опыт, я решила почиститься цикламеном, вот, и я уже настолько думала, что у меня, наверное, вся слизь перегорела в организме. Но, конечно же, это не так. Тем более, если учесть мою предыдущую болезнь, то стоило ожидать, что, наверное, такое и будет. И когда у меня был четвёртый день, когда я закапывала очередной раз цикламеном, у меня просто сначала левую сторону у меня настолько вот её выстегнуло. У меня было такое ощущение, что у меня прям кость съедает. И вот эта вот боль, она продолжалась за минут 20, видимо, она меня настолько вымотала, что я, наверное, на часах у меня получилось около 4-5 часов я уснула. То есть я просыпалась через каждый час, но меня обратно выбрасывали в сон. Но если такие состояния у вас, ребят, случаются, если вы там ушли на какой-то период без еды и без воды, и вы чувствуете, что вам прям хочется спать, не надо себя заставлять не спать. То есть вы представляете, во-первых, это стресс для организма. Он начинает перестраиваться, он начинает перестраиваться на внутреннее питание. Ему нужна какая-то своя переключка, к которой он привык. И если вы очень хотите спать, если вас рубят, позвольте себе поспать. Через силу боли вы далеко не уйдёте, вас всё равно откинет, это как кружина. Поэтому здесь нужно всё равно очень прислушиваться к своему телу. Слушать себя это обязательно. А какой предел у физики сколько дней, когда психика подключается? Сколько дней без сна? Сколько дней без сна? Ну, я знаю людей, которые несколько лет не спят вообще. Это, ребят, это всё настолько индивидуально. Это зависит, какое у вас на тот момент уже питание, сколько вы, как вы питаетесь. Если не питаетесь, то сколько? Какой образ жизни у вас? В каком климате вы живёте? Если вы живёте в каком-то холодном климате, где всё время хочется укутаться, конечно, терморегуляция вашего тела, она будет иной на сухих днях. Это однозначно. Но если вы в любом случае где-то живёте на каких-то северах, то я так полагаю, что вам всё равно захочется какую-то сделать перезагрузку, именно, может быть, даже психологическую, вот как раньше, залезть под одеялко, под пледик и так вот и киморнуть. Поэтому здесь достаточно сложно об этом судить. Считаете ли вы автономию панацеей, способная излечить тело и психику от любых недугов? Ну, я могу сказать только о своём опыте. Я могу сказать, что она может излечить. Но чего у меня нет, либо с чем я не сталкивалась в своей практике с ребятами, которые у меня проходили, я этого тоже не могу сказать. Поэтому, ну, это такой достаточно шаткий вопрос, и я я на него однозначно не отвечу. Я могу сказать только свой опыт, от чего я излечилась. И, возможно, где-то через неделю могу вам рассказать ещё иной опыт. И он будет такой достаточно, если это случится, то он будет достаточно глобальный. Человека, с которым мы проходим, который у меня проходит индивидуальный марафон. Вот, и для меня это, конечно, его результаты не нужны. Когда ты убираешь еду и воду, организм самоизлечивается. Здесь есть просто очень тонкая грань, когда есть автономия, когда есть голодание. У нас многие люди идут, чтобы излучиться на голод. Они идут прямо через силу воли. вот прям так жёстко. И тут нужно понимать, что когда ты на автономии, то у тебя идёт переключение, у тебя по-иному начинают работать внутренние органы. Когда ты идёшь на голоде, то у тебя какой-то период времени идёт очистка организма, и у каждого она индивидуальна. А после органы начинают, в них начинает происходить иной процесс, который не принесёт тебе благ. Поэтому здесь нужно очень следить, и если ты действительно хочешь излечиться этим методом, то ты должен найти себе, ну это моё мнение, специалиста, который тебя будет выводить именно в состоянии автономии. Потому что на голоде ты можешь почиститься, ты можешь убрать какие-то болезни, они не смертельные, но если мы говорим о каких-то болезнях, которые прям такие уже достаточно глобальные, то я считаю, что наверное нужен тот человек, который сможет быть рядом и в некоторых процессах помогать. Это очень важно. Как часто кушаете, подъедаете? Я рассказывала ребятам за вот это время с 14 марта получается, с 14 марта у меня была температура как-то, она была под 40-40 копейками и для меня это достаточно тяжелая температура была, что как правило она 34-35 и когда третий день она у меня не спадала, то я приняла решение, что я наверное все-таки приостановлю эту чистку, которая во мне идет и съела маленький кусочек арбуза. потом потом у меня был опыт мы выходим я выхожу из дома и у меня прям над козырьком много-много винограда растет, потому что я живу на юге и тут как бы виноград в принципе как тенек выращивают и мне почему-то так мне даже не столько захотелось сколько мне начали почему-то вопросы задавать но я понимаю почему потому что я какое-то сомнение в себе видимо зацепилась вот они говорят ну а как если вот столько времени не кушали если поедите что с вами будет вот я прекрасно понимаю что у нас пищеварение не останавливается без воды потому что у нас идет слюна которой мы все прочищаем и у нас точно так же все работает просто на лайте и мне было очень интересно как у меня это будет и я несколько виноградинок ну естественно там без кожуры без всего просто вот мякоть высосала и очень долго так ее попробовала ничего со мной не произошло то есть я я не попала в состояние вот какого-то там коматоза что там вот прям состояние как будто ты там что-то выпила что как будто ты пьяный нет у меня ничего такого не было просто оно было иным было достаточно таким каким-то серым состояние серости было вот и потом у меня через несколько месяцев я попробовала грушу я два раза укусила но грушу я как пробовала я естественно не стала глотать ее кусочками потому что ну посчитала что это уже неприемлемо наверное и вот я очень очень долго ее в рту как бы она у меня уже растворилась вот со слюной и получилось что я вот этот вот это тоже очень важно когда такой промежуток чтобы медленно не просто в себя там закинуло и такое тебя торкнуло и такое что происходит а именно это можно было прям как выпить до такой консистенции разжевать тут пишут без еды сколько физика вывозит организм так хоть сколько тут вот просто я даже вот это ощущаю когда я раз там в три недели что-то откушу это же не значит что я это делаю для того чтобы у меня энергия была у меня она и так есть ну и есть энергия не знаю твое мнение какое ну я знаю я знаю нескольких людей которые ну в этой практике уже более четырех лет поэтому абсолютно нормально но я могу сказать вам только свой опыт я не могу сказать вам то есть я могу сказать вот например столько-то времени но я еще не могу сказать что я полностью я же четыре раз подъедал вот сейчас как ты это ощущаешь то есть вот ты какое-то время там две три четыре недели месяц не кушаешь потом что-то съела ты ты же кушаешь не из-за того что у тебя голод возникает а интерес нет это психика ты же сам себя проверяешь ты же ну представляете мне сорок там сорок с лишним лет задалбливали что кушай еда это сила ложечку за маму ложечку за папу да не будешь есть как бы умрешь потому что вот это и а тут перестраиваться переформатироваться и все равно у тебя вот этот вот закапсулированный страх он иногда всплывает и ты его должен проработать ты его обратно туда запитать нельзя он у тебя потом вывалит того что-то более неприятное поэтому его нужно проработать я нашла его проработать именно таким способом то есть показать самой себе что это не страшно что я не умру если вдруг во мне меня что-то попадет и что нужна ли мне эта еда или не нужна как я себя буду чувствовать есть тот вкус или нет то есть мы же все прекрасно понимаем ребята даже которые уже на 9 днях сухих на 7 даже почему на 9 на 7 днях сухих они уже понимают что вкус и запах это абсолютно разные вещи то есть запах он более насыщенный всегда чем вкус поэтому здесь уже другой аспект здесь уже аспект именно психики а так можно ну по крайней мере вот такой период можно жить такой я живу ты сейчас вообще ничего не кушаешь и не пьешь спрашивают к тебе вопрос пока ничего кашель и заложенный нос от чего на автономии чистка вот и ребят выходит это все равно чисто идет да смотрите это все выходит да вот у меня особо насморка никогда не было у меня как бы с этим проблем не было но я же была асматик это слизь и эту слизь постоянно ее же никто то у асматик слизь она не выходит ее все время забивают препаратами чтобы искусственно начинали работать легкие не обращая внимания на слизь вот и слизь она потихонечку утрамбовывается что такое слизь в наших органах когда она утрамбовывается она превращается в кость и вот здесь вот все пазухи вот здесь вот у нас на лобике это все оно превращается в кость и когда это на сухих днях просто когда она пережигается это очень сложно но вот здесь вот я добавила вот этот вот цикламент и конечно он у меня запустил эту чистку то есть он у меня начал вот это все разжижать и понятно что я там уже наверное неделю в эфирах сижу я понимаю что у меня во-первых раздутый нос потому что там вот эта жидкость которая есть она скапливается и я прямо чувствую что я даже если например во влажную погоду или там утром когда влажность более высокая когда я выхожу на улицу то я понимаю что мой организм чтобы вывести и разжижить вот эту вот всю слизь у меня через все поры это это жидкость с воздуха она собирается в меня и я это прекрасно уже чувствую и это нормально потому что ей нужно как-то вывести она бы у меня наверное так пережглась и вышла но сколько это нужно было времени но если уж я начала то начала просто я вам свой опыт рассказывать кто-то может не захотеть кто-то может чтобы у него было естественным путем но все равно то что в нас есть оно должно как-то выходить я просто я просто тоже когда ну вот мы в Сочи месяц назад полетели и я купила билеты такая спонтанная у меня резко температура поднялась 40 дошла до 41 и 4 вот а как бы мне лететь вот я в таком состоянии полетела ну там с маской все дела температура ну не в этом суть у меня держалась температура 9 дней она вообще то есть и я тоже не выдержала и выпила чуть-чуть апельсинового сока чтобы чуть-чуть притормозить вот эти процессы потому что прям такая чистка запустилась все откашливалось и то есть откашливалось такое там прям знаешь такие медузы коричневые то есть что при обычной болезни такого вообще никогда не было что там прям столько я думаю капец во мне столько просто дерьма вот этого скопилось лежит и вот оно все просто там начинало выходить вот и я прям так хорошо за эти 9 дней вот хотя такая температура и мне там все ты что делаешь ты тебе есть надо начать да ты вообще помрешь это вот тебе показатель да вот твоя автономия что ж твоя автономия ты вон как заболела 40 с лишним температура но я при этом себя нормально чувствовала я одна с двумя детьми я с ними туда-сюда полетела тут целыми днями я с ними гуляла естественно я температуру не сбивала если на какой-то день на пятый я сделала клизму вот с какими-то тут листиками там мне дали ну я заварила аккалипт вот и сделала ну как бы особо изменений тоже не произошло но думала может авось поможет не ну это нужно тоже чувствовать да потому что очень у меня у ребят бывает что помимо того что некоторые перед заходом на чистые дни чистятся ну потому что им так хочется потому что они чувствуют что это для них будет более комфортно на травы и помимо этого а? травами или как чистятся? а все по-разному то есть я у меня нет какого что прям почиститься почиститься у меня я как-то далека от этого но некоторые ребята кто-то касторка и кто-то наверное травами кто-то вот это вот магнезия магнезия да-да-да вот и то после этого на четвертый день бывает что такой прям обильный стул на четвертый на девятый день у некоторых бывает причем такой стул говорит что прям вот ну еле там до туалета добегаешь вот бывает просто у каждого организма по-разному на чистых днях тоже надо да 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 на чистых днях как правило если ты даже прочистился ты думаешь что ты прочистился оно в любом случае на какой-то день если ты ну длительное время там не выходишь оно на какой-то день у всех по-разному начиная с четвертого и заканчивая девятым днем ну наверное в процентах в пятидесяти случаях у человека прям такой обидный стул начинается но это не целый день то есть он разово сходил но сходил так что ну откуда вот столько времени не кушают много кишечек я как-то тут смотрела какой-то там даже знаменитый по-моему чувак вот его то есть он умер его там ну то есть какой-то не знаю что там раскопки какие-то они вели в общем вскрыли ему там все что было и там они то есть прям взвешивали или что я не знаю 32 килограмма г просто было ты представляешь 32 килограмма в мужчине говна набито это вот сколько мы носим себе лишнего не внешне а вот это все вот там вот так вот сложено утрамбовано что естественно там одной клизмой что ты там вычистишь но еще мы же растягиваем кишечник вот этой едой постоянно кушаем кушаем он у нас там вообще бесконечный просто вот и все там хранится да у меня только вот вопросы почему-то у меня не идут я два месяца ходила каждый день без еды и воды что в туалет или что я не понимаю куда ходили мозг не бунтует от катажей из-за мозга как я понимаю нет как не бунтует то бунтует конечно если бы не бунтовал никто бы не выходил из-за сухих дней конечно бунтует все из-за него и случается да именно поэтому я говорю что нужно очень хорошо если вы хотите достаточно экологично заходить на сухие дни и раскачивать свое тело очень так деликатно чтобы подойти там на какой-то максимальный срок то нужно прорабатывать голову то есть смотрите мы не можем только психикой идти вперед или только физикой идти вперед у нас так не получится у нас всегда есть две ноги физика-психика физика-психика вот и мы прорабатываем физику раз шагнули потом прорабатываем психику то есть у нас все время должна быть идти проработка у нас у нас должно прорабатываться без этого никак Тут вот такой вопрос интересный. Ведь не каждый день на автономии в радость, как договориться с мозгом. Получается, нужно каждый раз, как возникают сомнения, надо себя убеждать в правильности своих действий, чтобы ум успокоился. Ну, я бы сказала, наверное, не в правильности своих действий. Смотрите, когда у вас будет база, почему вы вообще слушаете, вообще откуда у вас еда, то у вас будут возникать другие, иные вопросы. И когда у вас возникают иные вопросы, вы задаёте себе, сами себе, когда вот вы начинаете что-то хотеть вашим хотелкам, то вы начинаете по-иному задавать вопросы, по-другому. Мы, конечно же, это в эфире всё осветить не можем, потому что, ну, во-первых, не все люди готовы к этой информации. Некоторые посмотрят эфир и начинают вот этот вот пиджачок примерять на себя. Но это не всем подходит, поэтому это настолько вот должен быть какой-то более или менее индивидуальный подход, ведь эти марафоны делаются не просто, чтобы там, что вот так вот захотелось, а эти марафоны делаются для того, чтобы малой группой людей проработать какие-то аспекты вашего сознания, надсознания, подсознания. Пусть это звучит грубо, да, потому что единое сознание, но чтобы было понятнее, что нужно проработать, это несколько слоёв. Их нужно проработать очень тактично и очень индивидуально. И только после этого у вас будет понимание вообще, зачем вам это, что это такое, нужно ли это вам, и как сделать для вашего организма и для вашей психики, чтобы вы с удовольствием, с радостью и во благо в это шли. Иначе у вас будут срывы постоянные. Вы себе будете задавать неправильные вопросы, вы на них будете отвечать из головы. Когда мы отвечаем на эти вопросы из головы, то у нас ничего с вами не получится. Это будет замкнутый круг, мы будем ходить по одному и тому же кругу. Это всё будет бесполезно. Чтобы пойти в автономию, ну вот я так считаю, что тут нужна сильная мотивация, для чего тебе это надо. Если ты просто, о, прикольно, они там не едят, тоже хочу, то это вот и будет, мне кажется, больше как голодом. Ну это моё мнение, что мотивация должна такая быть весомая. Для чего тебе это нужно? Ну вообще спрашивать себя, для чего тебе нужен вот этот опыт. Вот такой вопрос как раз, в чём разница между сухим голодом и автономией? Объясните. Ну смотрите, ребят, сухой голод – это очень полезный инструмент для очищения вашего тела. То есть вы можете излечиться от каких-то болезней. И у вас есть чёткие границы. То есть вы, например, зашли, например, на какой-то период времени, вы чётко понимаете, для чего это, и вы знаете, какую цель вы преследуете. То есть вы знаете, что за этот период вам бы хотелось, чтобы произошло с вашим телом. А автономия – это состояние, это образ жизни. Когда вы входите уже психически и психологически в иное состояние. Когда у вас уже тело, оно движется за вашей психикой. Оно движется уже за вами. Когда ваше тело уже, вы чётко понимаете, что вы не тело, что тело в вас – это иное состояние, это в иной плотности находите, когда у вас уже другие сознания. И психика, и психология, психика – это разные вещи. Их нужно тоже прорабатывать очень индивидуально и достаточно корректно. Потому что если мы всё смешаем в одну кучу, то результат, он будет такой же, никакой. Расскажите вашу мотивацию помимо проблем со здоровьем. Не знаю, к кому вопрос. Давай к тебе, ты же у нас гость эфира. Ну, ко мне я уже говорила, у меня записано даже видео есть на моём канале на Ютубе. Я там много рассказывала. Моя мотивация была, потому что от меня отказались врачи. И сказали, что мы к тебе не поедем. Давайте я просто в двух словах. Они мне сказали, что мы к тебе не поедем, потому что мы понимаем, что ты уже поставила такую дозу гормонов. А я уже сама себе ставила гормоны, потому что не всегда была возможность дождаться скорой. И они говорят, ну ты же понимаешь, что у нас статистика. Давай, мы просто уже приедем, ты нам через несколько часов отзвонишь. Если отзвонишься, то как бы уже будем решать. Если не отзвонишься, то тогда как бы будем ждать родственников, чтобы зафиксировать смерть. И для меня это было страшно, потому что у меня двое маленьких детей. И вот это была моя изначальная мотивация, когда я понимала, что я уже, я знала точно, что если я усну, то я уже не проснусь. Потому что у меня была такая уже токсоргия, которая бы не позволила мне уже проснуться. И вот эту ночь я просто лежала с детьми. Они спали, я на них смотрела сначала полночи. Всё вот это переосмысливала. А потом нашла информацию и вот так вот пошла потихоньку-потихоньку и находила всё больше информации, слушала своё тело и пришла к этому. Да, у меня была мотивация жить. Изначально я не хотела идти в автономию. Мне нравилось кушать, мне нравился этот процесс, мне нравились компании, мне нравилось собираться за столом, мне нравились эти семейные посиделки за чашечкой чая. Мне казалось, что это очень прекрасно, когда такси собираются. Сейчас у меня поменялось всё. У нас даже на день рождения у детей, у нас нет посиделок, мы куда-нибудь ездим, у нас какие-то, у нас уже, у нас организация праздников получается активная. Мы куда-то ходим, мы куда-то ездим, мы что-то познаём. У нас это уже не связано, не привязано к еде. У нас в семье сейчас, у нас с детьми нет культа еды. У нас есть движение – это да, познание – это да, но не еда. Сколько деткам у тебя возраст? Какой? О, девять и четырнадцать. Класс. Два мальчика у меня. Ну да, это действительно, знаешь, вот любая, так принято, да, вот любая встреча, праздник, просто там с родственниками увидеться. Вообще хоть что, везде всегда еда, еда. Я когда только начала от этого отходить, я поняла, что еда везде, куда бы ты ни пошёл, что бы ты там из вещей не хотел купить. Все сидят, едят, вокруг вот этих магазинов одежды тут, 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 тут везде еда. Просто идёшь, думаешь, капец, ну сколько нас вообще зомбировали на эту еду, что вообще это такое самое лёгкое, доступное развлечение, что ты можешь, по сути, занедорого, там что, гамбургеры какие-то, да, там, сосиски, там вот это, сесть, поесть, недорого, и как бы вроде время классно провести, поболтать, а то есть еды нет, уже такие, да, что вообще тут делать. Вот, то есть, да, это действительно надо всё менять в жизни. У нас 10 минут осталось, да, мне просто времени не видно? Да, да, минут 7, наверное. Ага. Вот, и просто у меня почему-то не видно, не бегут вопросы. Девочка пишет, так, мне очень холодно, 4 года веганская еда, 1 год веганка сыроед, 3 года, как делаю сухие дни, так, было и 5, и 7 сухих, 40 дней. Мёрзнуть, да? Да. Ну, ребят, чтобы не мёрзнуть, такая есть очень действенный способ. Во-первых, это наши ушки, да, у нас здесь очень-очень много точечек, если совсем мёрзнуть, знаете, вот такая вот звёздочка, которая сейчас стала вновь продаваться, вот она у нас в Сардепе была, вот эта звёздочка, которую пик откроешь, сейчас они уже хорошо открываются, и вот этой звёздочкой прям намазываете ушки и очень-очень-очень сильно растираете, после того, как вы их растёрли, вы либо в контрастный душ идёте, но заканчиваете всегда холодной водой, либо идёте сразу же в ледяной душ, и как только вы в ледяной душ сходили, у вас идёт из организма такой как бы стрессовый толчок, у вас организм говорит, что там холодно, надо согреться, и у вас начинается жар. После холодного душа, после холодной ванны у вас начинается жар, вот, ну и, конечно же, ушки. Но ещё бы я, конечно, рекомендовала ходить не менее пяти минут в день на пяточках. Пяточки — это наши кнопочки, которые подстроены только под нас, которые подстроены под наш вес, под нашу походку и даже под наш климат. То есть кожа, она создаёт разную плотность, и из-за этого мы ходим по-разному. И пяточки, когда вы ходите на пяточках хотя бы по две минутки два раза в день, во-первых, когда на пяточках ходите, чтобы не упасть, не завалиться, это же непривычное для нас состояние, у вас всё тело очень собранное получается. И вот когда вы идёте на пяточках, у вас идёт естественная вибрация по всему организму. А знаешь, ты делаешь такие прыжки на пятках? Ну, я слышала, да, что в некоторых практиках это тоже есть. Но это безусловно, потому что пяточки — это наше всё, это наши кнопки спасения. И у кого варикоз очень сильный на ногах, это просто необходимо. Так, классно. Сколько процентов жидкости, какая именно в теле? Без понятия. Столько, сколько нужно каждого. Ну, просто вот... Ой, телефон упал. Просто я вот чётко поняла, что организм сам синтезирует воду, да, столько, сколько ему необходимо. Потому что даже на чистых, на долгих пребываешь, когда ты всё равно периодически ходишь в туалет. Вот, я сейчас нахожусь просто прям такая аномальная зона. Не в самом Сочи. Тут такой тропический климат, очень влажный. Вот, и я прям хожу, ну, один-два раза даже могу сходить. За день в туалет, ну, как бы по-маленькому. Да-да, конечно, потому что через тело принимает. Тут прям таяет вообще влажность, и тут прям климат вообще офигенный. Дома вот это отопление включили, стены у нас ещё дом новый. Было прям некомфортно. Так что, ну, что будем завершать? Вообще столько так-то всего хотела спросить. Тут пока на вопросики поотвечали. Ну, я думала, мы с тобой ещё, да, проведём? Да, конечно, конечно, проведём. Договоримся обязательно о каком-нибудь времени, сделаем ещё и пед. Классно. Мне было очень приятно с тобой познакомиться, увидеться. Спасибо, мне было очень приятно. Все подписывайтесь на Свету. Я эфир постараюсь сейчас сохранить. Вот, ссылочку оставлю на тебя. Вот, кому интересно именно пойти в «Чистые дни» с базовой такой программой. Вот. Добро пожаловать. Психолог сможет. Спасибо, спасибо огромное. Спасибо за тех. И поддержит. Вот, здорово. Ну, всё, спасибо большое. Всем пока-пока. Пока.